С наступлением тёплых дней горожане проводят свой досуг вблизи водоёмов и рек, в связи с чем возникает риск возникновения чрезвычайных ситуаций, тем более в тех местах, где купание запрещено. Также хотим вас предупредить о том, что в нашем городе нет специально отведённых мест для купания, поэтому будьте осторожны и берегите своих детей. В рейде участвуют инспекторы отдела по делам несовершеннолетних, сотрудники МЧС и ГИМС. Отдел надзорной деятельности принимает участие в данных рейдовых мероприятиях для того, чтобы проинформировать население о причинах, возможных последствиях. Обсуждаются дыхающими в соблюдении мер личной безопасности, а также предупреждают о возможных фактах несчастных случаев на водных объектах. Мы хотим вас предупредить о том, что купаться в запрещенных местах, и которые специально неорганизованные и не оборудованные, купание запрещено. В нашем городе также мы вас предупреждаем о том, что в нашем городе таких мест нет, поэтому выезжаем с родителями за пределы города на Голубые озера, но только со своими законными представителями. Сотрудники МЧС регулярно мониторят береговые зоны. В случае обнаружения купающихся в запрещенном месте, горожан ожидают штраф до трех тысяч. Иначе обстоят дела с несовершеннолетними. Если мы устанавливаем, что ребенок находится на водоеме без законных представителей, мы составляем административный протокол по статье 5.35, ненадлежащие исполнения родительских обязанностей. Под этим понимается, что родитель допустил нахождение своего ребенка на водоеме без его присмотра, где ему может угрожать опасность. С начала сезона в округе 160 человек получили административные штрафы за купание на несанкционированных водоемах. Кстати, всего в Югре открыто 11 пляжей для безопасного отдыха. Ближайшее озеро для нефтьюганцев находится в Салыме. Алина Морозова, Ремиля Скаров, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин